Как в любом большом городе, в Рязани ежегодно происходят тысячи преступлений. Не все из них резонансные, но случаются и такие, которые, образно выражаясь, ставят на уши весь город. Наша версия основана на тех событиях, о которых мы рассказывали в течение года. Самое резонансное дело года – убийство ветерана Павла Васильевича Макеева и его жены Римму Федоровны. Заслуженного человека, прошедшего всю войну, пережившего блокаду Ленинграда, забили молотком в собственной квартире. Преступление буквально потрясло всю Рязань. За поимку убийцы губернатор объявил награду в полмиллиона рублей, а к делу даже подключились сотрудники ФСБ. Хотелось бы отметить работу оперативных сотрудников, благодаря которым это преступление было раскрыто. Была обнаружена видеокамера на ближайшем доме, где изъято видео. Сотрудники просмотрели это видео, на нем был еще молодой человек, который, по их данным, уже ранее привлекался за кражу. Стали его отрабатывать, нашли, установили местонахождение, изъяли ряд предметов, на которых были обнаружены его биологические следы, и тем самым в последующем дал признательные показания. Под тяжестью улик молодчик сознался в убийстве. Он рассказал, как под предлогом продажи бытовых услуг проник в квартиру, где проживали ветеран Великой Отечественной войны с супругой, и несколько раз ударил их молотком по голове. На первоначальном этапе расследования применялась различная криминалистическая техника, в том числе поисковая. Было организовано детальное обследование заросшего оврага общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Овраг был расположен неподалеку от дома потерпевших, и именно там следователи-криминалисты обнаружили и изъяли орудие преступления, а также часть похищенных из дома потерпевших предметов. Приговор был безжалостен. 19 лет лишения свободы. Примечательно, что на оглашение родственники обвиняемого не явились. Вот можешь продемонстрировать, допустим, нож как-то доставки? И как он лучше? Ну, примерно, макетный. Был раскладной? Да. Раскладышка. Раскладышка нажил. Да. Втрое меньше получил один из жителей Касимова, по следу которого оперативники шли целых 15 лет. Тогда у собственного дома была найдена убитая 18-летняя девушка. Но по горячим следам убийство не раскрыли. Охоту на глухаря в этом году возобновил Рязанский отдел по расследованию преступлений прошлых лет. И методом исключения следователи нашли убийцу. Приговор 6,5 лет лишения свободы. Ему обменялось помимо ножа, которым были причины колоты, резные колоты, ранения. Также и деревянный лопат, которым причинал ушибленный ран потерпевший. Все это в совокупности было оценено с точки зрения уголовно-процессуального закона. И следствие посчитало, что доказательство достаточно собрано для того, чтобы инкриминировать лицу, совершившего это деяние. Часть 2, статья 105, с коллекцирующим приступом особой жестокости. Резонансным стало и вроде бы обычное дело о пьяной драке возле одного из рязанских ночных клубов. Московский межрайонный следственный отдел эксклюзивно предоставил нам видео с камер наблюдения, где восстановлена вся хронология конфликта. Если самые проницательные из вас произнесут «Шершеляфам», наверное, будут правы. Борьба за ее внимание, похоже, и стала мотивом. Произошел конфликт между посетителями, в результате которого молодой человек ударил своего оппонента один раз в области головы кулаком. От удара молодой человек упал и ударился о тротуарную плитку, в результате чего потерял сознание. Четыре дня потерпевший мучился с головной болью, на пятый его увезла скорая. Но уже слишком поздно гематома задевает мозг. Свою косвенную вину обвиняемый признал сразу следствие, считает вину по первой части. Все статьи 109 и причинение смерти по неосторожности абсолютно доказаны. Таким этот год был с точки зрения криминальных итогов. В следующем мы продолжим формировать правильное отношение к нормам и законам, чтобы все было благочинно.